Как правило, начинающим бизнесменам трудно объективно оценивать риски и перспективы своего дела. Также нелегко бывает попасть за советом к старшим товарищам. Но полуфиналисты фабрики бизнес-идей получили эту возможность. В формате экспресс-консультации они презентовали свои идеи 13 экспертам. Приходят участники, горят глаза, у них много идей, очень интересных идей. И сам человек, который выносил и реализовал различные идеи, все равно нахожу что-то новое даже для себя. И считаю, что у них очень много таких положительных моментов, которые я в свое время мог бы не заметить. Но теперь не заметить не выйдет. За 10 минут общения с экспертом участники должны были раскрыть суть своего проекта и получить оценки сразу по нескольким параметрам. Среди них реализуемость идеи, финансовая составляющая и подача. После анализа эксперты давали рекомендации. Предложили поучаствовать в различных ярмарках, предложили свое участие, то есть где-то посоветовать нас, где-то дать какие-то советы, дать список блогеров, с которыми можно посотрудничать. При этом посотрудничать можно не только с блогерами, но и с самими экспертами. Многие из них искали здесь проекты для совместной работы и инвестиций. И по словам состоявшихся бизнесменов, среди подрастающих конкурентов действительно есть те, на кого стоит обратить внимание. Вот мы с парнем общались в последний раз, у него разработка приложения по поиску сотрудников, как-то так оно звучит. Очень классная идея в том плане, что мне как работодателю, как работнику и как работодателю, мне нужны иногда сотрудники на очень какую-то мелкую работу, но мне их где-то приходится искать в интернете, по знакомым. Тут я могла спокойно из этих приложений набрать, у меня есть такая-то работа, ребят, приходите. По итогам дня экспертного конвейера из 50 участников будут выбраны 15 лучших. Они станут финалистами проекта «Фабрика бизнес-идей». А победители определят в суперфинале, который состоится уже 13 декабря. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком. О. К單. О. К.